Я занимаюсь только вечностью. Горизонтальное меня не интересует, говорит Роман Виктюк и дарит зрителям новую постановку. Жанр спектакля Федора режиссер определяет как полутанец, полупение, полугимнастика и полуэротика. Но все это, по словам Виктюка, лишь фон для подлинной трагедии. Ее премьера состоялась в день рождения мастера на сцене театра имени Моссовета. В день рождения Роману Виктюку преподносят даже не букеты, корзины цветов. Но главный подарок от самого мастера – премьера Федоры. Спектакль для режиссера Знаковой. Федора Марины Цветаевой – произведение, к которому Роман Виктюк на протяжении жизни не раз возвращался. Это первая поэтесса мира, самая великая. И тема любви для нее просто завещание нам. А это так сегодня нужно во спасении человека, его духа. В основе поэтической драмы Марины Цветаевой – сюжет из древнегреческой мифологии. История страстной и неразделенной любви Федоры к ее пасынку Ипполиту. В этом спектакле на сцене только мужчины. Федра здесь – персонаж условный. Я играю такого вот духа ночи, который проникает в тело Федры. И овладевая ею, он наговаривает ей какие-то непозволительные вещи. Танцы, отсылающие к суфийским традициям. Пение, акробатические элементы. Страстно, мощно, с бешеной энергетикой. Волшебство, колдовство, шаманство. Ритм действу задают барабаны. Здесь они, как некая грозная сила. Актер Александр Дзюба, исполнитель роли афинского царя Тесея, на ударных никогда раньше не играл. Учился специально. Теперь даже дома, говорит, есть барабанная установка, на которой тренируется. Чистый ритм. И ноты. И создается атмосфера. Роман Виктюк и режиссер, доверяющий своим актерам и не ограничивающий их. Полная свобода. Вот он захотел один барабан, он захотел один гонг. И мы видим здесь два, четыре, шесть. Ну, фактически семь, восемь, восемь барабанов, тарелки. Этот спектакль посвящение Ольге Аросевой и Елене Образцовой, с которыми Роман Виктюк в свое время работал. Голос Образцовой звучит и в финале. Запись сделана незадолго до ухода певицы из жизни. Страстный, манящий, завораживающий и таинственный. По словам актеров, каждый спектакль Федора неповторим, как песня, которая два раза одинаково не прозвучит. Лидия Алешина, Сергей Скоридов, Новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова